Рождественский пост И сколько дней он продлится? Продлится он ровно 40 дней А нужен, так же, как и все остальные посты Для того, чтобы человек мог помнить о Боге Вот такой вот способ Такая жертва Богу, которую мы приносим Жертвуя, ну, очень небольшими вещами Нашими, скорее, даже вкусовыми привычками какими-то Это древнее установление Посты вообще свойственны религиозной жизни Всегда, везде, во все времена Потому что это даже уже не столько духовное Сколько некое физиологическое наблюдение Человек постящийся Как бы более утончен Более способен к неким душевным и духовным движениям Недаром говорит, что святые брюхо К молитвам глухо Вот такая есть переделанная поговорка И поэтому пост – это время, которое Церковь установила нам Для того, чтобы мы могли некоторым образом подготовиться К празднованию Рождества Христова К тому, чтобы вот как-то избавиться Ну, по крайней мере, постараться избавиться От своих, но хотя бы наиболее грубых недостатков и грехов И приобрести кое-какие добродетели Какие нам будет удобно, возможно, в это время приобрести Этот пост еще называют Филипповым и Рыбным Филипповым он называется Потому что 28 ноября, по новому стилю Когда он начинается, празднуется апостол Филипп Вот, Филипповый по Филипповке Ну, это такие народные наименования Они уже, в общем-то, ушли из жизни Их можно даже уже спокойно забыть Потому что они никакого отношения к содержанию поста не имеют Рыбный, потому что во время этого поста В отличие от, скажем, поста Великого Разрешается вкушение рыбы И несколько чаще, чем обычно Вот, во все праздничные дни Возможно ли послабление в посте современным паломникам? Ведь сидя в кресле автобуса, поезда или самолета Силы не тратишь Илья Ну, вообще, послабление поста практикуется И довольно широко Это касается всех больных Беременных и кормящих женщин Военнослужащих, которые исполняют свой долг Вот еще каких-то категорий людей Маленькие дети, естественно, освобождены от поста Что касается паломников, вопрос такой Надо его решать, смотри, глядя по ситуации Если паломничество уютно, но так комфортно, как пишет Илья И там есть все Знаете, бывает, сейчас ведь приходишь и говорят Там вот постное меню, вот вам такое скоромное меню Вот вам рыбное, вот вам мясное, вот вам вегетарианское Если есть возможность вот так вот выбирать Конечно, надо соблюдать пост Ничего там плохого нет И паломничество – это еще некий духовный труд Он как бы для него пост органически присущ для духовного труда Поэтому вполне можно в паломничестве поститься И поститься, если есть такие условия Конечно, когда мы не можем найти постной пищи Ее просто нет рядом Все скоромное Тогда для паломников, как для путешествующих Можно ослабить или полностью разрешить пост И потом надо не забывать одну очень важную вещь Когда мы говорим пост, это не только и не столько гастрономическое воздержание Пост – это целый такой комплекс мер, которые человек употребляет для того, чтобы привести себя в порядок Это и молитва, это и чтение, это и внимание к самому себе Это и частая исповедь и причащение То есть пост – это не только Вот я не ем колбасу и яйца, а все остальное я живу, как обычно, как жил Поэтому здесь надо подходить с рассуждением Почему во время поста для христиан важно делать дела милосердные? Дела милосердия важно делать, потому что они очищают и умягчают человеческое сердце Вообще дела милосердия нужно делать всегда, когда к этому есть возможность Всегда Не так, что вот идет пост, и я, допустим, не прошел мимо человека, который нуждается в чем Тот пост кончился, я иду мимо него, так сказать, посвистывая, не обращая на него внимания Это, конечно, неправильно Потому что христианин должен быть всегда христианином Пост – это некое орудие, которое помогает нам чуть-чуть встряхнуть самих себя Вернуться из какого-то такого блуждания на правильный путь И поэтому дела милосердия, так же, как дела просто работы над собой Вот я имею привычку ходить и на всех ругаться Вот надо эту привычку побороть себе, да, перестать ругаться Это я не про себя говорю, вообще, да, это пример такой Или там кто-то живет и страшно завидует Ну, сейчас ведь люди все завидуют друг другу Он у него есть, а у меня нет, а почему у него есть, а кто она такая, а почему у нее это так, и так далее Вот это тоже вот то, с чем надо начинать бороться И когда только человек, значит, вот пока живешь и вот так вот все время не обращаешь внимания, да, кажется, что все нормально А попробуй начать бороться в себе хотя бы с одной какой-то страстью, с завистью, с осуждением, с гневом, с раздражительностью, да Такие бездны открываются перед человеком, то в ужасе приходят Как же вот я, оказывается, вот живу вот в этом аду Ну, вот поэтому с ним надо бороться и бороться постоянно Себя надо постоянно из этого ада вытаскивать И пост – это как раз, если его проводить так, как следует, то как раз время, когда это делать наиболее удобно Для того, чтобы прийти в итоге к некоему более правильному, более мирному, более христианскому состоянию своей жизни Владыка, а можно научиться милосердию? Есть ли курсы для христиан? Ну, курсы милосердия, наверное, было бы смешно Вот, я думаю, что милосердию можно учиться, во-первых, самому Просто внимательно глядя вокруг, даже среди собственных близких, да Среди своих домашних Можно учиться, и сейчас такое очень хорошее дело, как волонтерство Особенно вот сейчас мы живем в период эпидемии, когда огромное количество людей нуждается в посторонней помощи И движение достаточно такое сильное, достаточно уже развитое Это, я думаю, это самое такое подлинное, настоящее исполнение христианской заповеди О милосердии, о любви к ближнему Поэтому вот, пожалуйста, у кого есть силы, возможность, надо просто ринуться с головой вот в это И увидишь, какое огромное поле деятельности, как мало людей, которые могут его понести и поддержать Мне кажется, вот это вот сейчас очень важно Ну и в обычной жизни, Бог даст, мы когда-нибудь переживем, и эту эпидемию, и все сегодняшние наши проблемы Но люди, нуждающиеся в нашей помощи, всегда останутся Они всегда были, есть и будут А как бы хорошо мы ни жили когда-нибудь впоследствии Вот поэтому поле для милосердия огромное Учить милосердию, ну, наверное, для волонтеров есть какие-то курсы практически В которых учат не столько... Невозможно научить чувству Невозможно научить сердечному участию Но возможно научить каким-то принципам, правилам, техническим, каким-то приемам Вот как это наше сердечное чувство реализовать наиболее грамотно и наиболее эффективно Это существует, да Еще одной особенностью рождественского поста является то, что последние дни поста приходится на Новый год Да, светский праздник Это праздничные дни В эти дни начинаются застолья праздничные на работе, дома, в семье Люди веселятся Это провоцирует верующего человека ослабить пост Вот как использовать вот эти праздничные дни перед Рождеством на пользу? Вы знаете, ну, провоцирует верующих... К чему провоцирует? К тому, чтобы... Ну, например, в семье, да Напиться? Ну, нет, застолье просто А в застолье, ну, хорошо Пост, как мы уже сказали, не очень строгий, да? То есть все рыбно есть можно Можно, да Пожалуйста, но неужели в семье не будет возможности, если тем более кто-то в семье верующий человек, да? Или вся семья верующая Неужели невозможно создать нормальный праздничный стол Такого вот постного или хотя бы полупостного характера? Конечно, можно Сам по себе праздник Нового года, он такой очень условный Его такая массовость разгульная, она ведь возникла только вот у нас в советское время Во всем мире он так вот, ну, не празднуется широко Потому что это был единственный живой относительно народный праздник, на который наложилось еще празднование Рождества Христова Вот, а все остальное, что? 7 ноября, 8 марта, 1 мая Это же такие праздники все очень, ну, скажем, не очень естественные А Новый год был естественным праздником, вот, и он так вот у нас как-то развился На самом деле, во всем мире такого его отношения к нему нету Все-таки Рождество Христово, оно на первом месте Что касается поста, я думаю, что вполне можно Вот, и с родственниками, если есть необходимость такая, да, особенно старшие поколения Для них Новый год очень много, значит, можно с ними как-то побыть за столом Пообщаться, посмотреть, ну, посмеяться даже Я не думаю, что есть смысл смотреть всякие-то страшные передачи по телевизору на Новый год Которые, да, потому что нормальному человеку уже совершенно не Участвовать в этом, смотреть это невозможно Вот, и дальше продолжать поститься, дожидаться Рождества А тем более, что очень хорошая у нас с вами ситуация У нас же ведь старый календарь У нас Рождество после Нового года И у нас вот от Нового года до Рождества обычно каникулы И вот самое, на мой взгляд, правильное отношение вот к этому времени Это хождение в храм Для верующего человека хождение в храм Потому что в этот момент совершаются особые службы Так называемого предпразднства Рождества Они интересные, они очень глубокие Вот, и в это время как раз вот надо пойти помолиться, подготовиться к Рождеству Собственно говоря, завершение поста И самое такое время, когда у человека есть возможность Как можно больше собрать в своем сердце правильных, добрых чувствований Вот, и встретить Рождество Христово Спасибо, Владыка До свидания До свидания, уважаемые зрители Субтитры подогнал «Симон»